Здравствуйте! Это короткая версия аудита сайта ilikeice.ru Я запишу ее буквально на 5 минут и будет более подробная версия, которая там на 45 минут, которая разбирает каждый элемент по отдельности У сайта я вижу основные это три проблемы Это определение целевой аудитории, это кнопки и это верстка и дизайн Целевая аудитория, что я имею ввиду, это в вашем случае целевая аудитория это мамочки с детьми И здесь на сайте не учтены их потребности и их возражения Например, нет ключевого вопроса, это вопрос о безопасности Мама отдает ребенка там где коньки, там где лед, ребенок не умеет стоять еще на коньках И она боится, что там будут травмы, будут переломы И этот вопрос здесь никак не раскрыт, не показано, что у нас кататься безопасно, что у нас есть оборудование Вспомните, там типа как удочка, мы держим ребенка, у нас тренера держат руками Мы там сначала в зале тренируемся, потом только на лед выходим У детей там есть какие-нибудь поддерживающие устройства, то есть это все не показано Поэтому нету вот этого, ну безопасность не закрывается И так нужно расписать всю целевую аудиторию мамочек Все определить, что их беспокоит и все это на сайте преподать именно такими преимуществами Они вот, ну не как сейчас, например, в составе Федерации фигурного катания Москвы Для мамочек это абсолютно никакой информации не дает состоите Ну типа мы рады за вас, состоите так хорошо А тут должны быть на первом экране именно конкретно для этих мамочек какая-то информация Вот, и так это касается всего текста на сайте То есть все преимущества, все, что написано, все должно быть именно направлено на одну целевую аудиторию Вот этих вот убрать для взрослых или спортсменов, оставить только для детей И расписать все об этом Цены тоже непонятные, для мамочек тоже надо максимально просто Там три цены оставить и написать сколько что стоит и все Ну и перечеркнутые цены Это что касается всего аудитории Следующие это кнопки, это проблемы этого сайта Кнопки непонятные, на них страшно нажимать Они непонятно куда ведут, странный элемент Здесь вообще почту просят зачем-то, не понимаю зачем Какие-то кнопки ведут на WhatsApp, какие-то на Markviz, где там тест надо пройти Некоторые скипают сайт вниз и только там несколько кнопок, которые действительно открывают поп-ап окно Где оставить номер телефона, имя и оставить заявку Вот, это проблема, потому что это основное действие на сайте И оно, то есть человек может даже принять решение, а потом переходит Допустим, он хочет записаться на бесплатные занятия, переходит И попадает в какой-то тест Он видит вообще какую-то фигню непонятную, какой-то подарок Ответьте на пять вопросов, получите приз Он такой, что-нибудь-то попал и закрывает сайт И как бы все, клиент потерян Такого не должно происходить Это очень важный момент И этому нужно уделить гораздо больше внимания, чем сейчас оно уделено И третий вопрос, критичный ли на сайте Это верстка и дизайн Тут есть небольшие с дизайном проблемы Вот, например, почему-то это сюда выехало Хотя вот здесь пустота почему-то Вот у девочки нет коньков, не видно, например Хотя бы про коньки вы именно про Ну, без коньков непонятно, что на рисунке Просто девочка стоит Вот эти отступы должны быть Здесь их нет отступов почему-то И какой-то гигантизм Здесь почему-то отступы большие И вот сейчас про гигантизм Например, этот блок почему-то большие расстояния Не знаю, чем они оправданы И вот этот блок не такой важный, ваш ориентир Но он почему-то занимает два экрана И вот там еще есть такие тренера Тоже почему-то два экрана занимают Непонятно И несколько блоков есть вообще пустых Вот, например, вот этот блок вообще не нужен И почему именно фигурное катание? Человек уже определился почему Именно поэтому он на вашем сайте Ему объяснять, почему фигурное катание уже не нужно И кроме этого Еще тоже пустой блок Это с проездом Так, сейчас промотает Он в конце сайта был Вот проезд тоже Это следующий этап воронке То есть человек тут пока просто принимает решение Заказать у вас услугу или нет А мы ему уже объясняем, как пройти То есть это тоже не нужно Это слишком много места занимает И непонятно зачем Вот Это основные ошибки Ну все подробнее Я уже в большом аудитории разберу Всего доброго